Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Старший сын Кадырова, Ахмат, женился прошлой весной. Ему тогда было 17 лет. Свадебный кортеж состоял из 87 автомобилей премиум-класса, а накануне церемонии Ахмат встретился с Владимиром Путиным, который поздравил его с предстоящей свадьбой. Имя жены Ахмата Кадырова до сих пор держится в секрете. Источники издания «Кавказ Реали» утверждают, что она дочь состоятельного предпринимателя, впрочем, не имеющего в республике политического влияния. Несколько дней назад издание «Проект» выпустило большое расследование, в котором, среди прочего, рассказало о том, что матерями Эли и Адама является наложница Рамзана Кадырова, а не его официальная жена. Кроме того, в расследовании рассказывается о ролях Демлимханова и Геремеева. Обоих журналисты назвали ответственными за грязные дела, в частности за рейдерство. Есть информация о свадьбах Эли и Адама Верна, Демлимханова, Геремеева и Кадырова теперь связывают родственные узы. О том, какое значение может быть у двойной свадьбы, прошедшей в Чечне, я поговорил с главным редактором нашего проекта «Кавказ Реали» Закиром Магомедовым. Закир, скажите, что известно о предположительных свадьбах двух детей Кадырова, 17-летнем Эли и 16-летнем Адаме? Известно, что Эли точно женился. До этого у него была встреча с Путиным, о чем, собственно, Кадырови написал в Телеграме. И по данным журналистов, и в том числе оппозиционеров чеченских, женился он на внучке Демлимханова. И была свадьба в тот день, было трагическое происшествие. На свадьбе, потому что перекрывали федеральные трассы, и что одна из машин выехала навстречу свадебному кортежу. Случилась авария. Конечно, нигде на официальных ресурсах об этом не было никакой информации. И коллеги из «Новой газеты» сообщили, что женился и другой сын Кадырова. Я думаю, читателям и слушателям он очень известен, это Адам Кадыров. Но точных подтверждений, что он и меня женился в нашей редакции, допустим, нет. И что он женился на дочери известного сенатора Сулеймана Геремеева, которого связывают с убийством Бориса Немцова, сестра Айшат Кадырова в Инстаграме тоже отрицала, что он женился. У нас тоже нет данных, что он женился. Тут как бы разные источники по-разному говорят. Наши утверждают, что он не женился, он был просто на свадьбе своего брата. Но то, что ему прочат его невестой дочь Геремеева, да, вроде бы как сватовство что-то такое было, говорят. Но, опять же, никаких точных данных, никаких утверждений об этом нет. Насколько вообще браки в столь раннем возрасте, значит, детям Эли 17 лет и Адаму 16 лет, явно не по выбору самих женихов, насколько они распространены в Чечне, насколько это и традиционная нормальная ситуация? Ранние браки на Кавказе, они не так уж сильно распространены, но они есть. В обычных семьях это если очень сильно хотят там поженить детей, из-за каких-то бизнес-интересов в том числе. Но говорить о массовой распространенности именно ранних браков, тем более, чтобы мужчины женились в таком раннем возрасте, такого нет. Да, конечно, девушки выходят замуж там и в 18, и в 17, и в 20 лет закон России такое допускают. Но для чего Кадырову сыновей женить, допустим, если он женил второго сына так рано? Ну, у него дочери тоже довольно в раннем, скажем так, для российского обывателя возрасте вышли. И они тоже вышли замуж за людей из окружения Кадырова, точнее, за их там родственников, племянников или сыновей. Тут говорить о том, что сейчас Кадыров начал женить своих сыновей на родственницах или дочерях своих соратников, это не совсем правильно, потому что такие союзы, они и раньше были среди кадыровского окружения и в Чечне. Вопрос, для чего это делается? Тут можно уже спекулировать, что, в принципе, и делают и коллеги, и различные эксперты. В первую очередь, они обращаются к тому, что Рамзан Кадыров тяжело болен, и тем самым он хочет укрепить свою вертикаль власти, укрепить свой режим. И вдруг, если что случится, после него какой-нибудь крах в той системе, которую он выстроил, не случится так, как и его дети устроены, что все при должностях, все женаты, и причем эти браки заключены с родственниками или детьми непоследних людей, точнее даже первых людей, связанных с Чечней. То, как того же Эли Кадырова принимал Путин, об этом тоже много говорится, что, возможно, такая стратегия или тактика вполне по душе и Кремлю в том числе. Если такая стратегия и тактика есть. С другой стороны, а на ком Кадырову женить своих детей или же выдавать замуж? Только, наверное, за детей проверенных людей, проверенных им самим, имеется в виду. Если предположить, что Кадыров умрет, можно ли предположить, какому из его детей достанется власть в Чечне? Если по возрасту только судить, то никто из его детей пока что не подходит по возрасту. И тем более эти все истории, что Адама Кадырова готовится послушать, ему только 16 лет, о чем мы говорим. Вряд ли законы России изменятся в ближайшие годы, что это хотя бы 20-летний займет. Но если по возрасту, то есть, конечно, и разговоры о том, что на этот пост готовится там Яйшат Кадырова. Но все это просто спекуляции на слухах. И тем более, что Кадыров имеет проблемы со здоровьем. Об этом говорится не первый раз. И не в этом году, и не в прошлом году. Эти разговоры ведутся на протяжении последних, на моей памяти, я не знаю, 7-8 лет. Да, очевидно, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем. По словам разных источников, то у него проблемы с печенью, то у него проблемы с почками. Но эти проблемы не являются каким-либо смертельным каким-то заболеванием. Мы говорили с главным редактором проекта «Кавказ Реали» Закиром Магомедовым. Российская армия отвела до 83% личного состава и военной техники от границы с Финляндией и Норвегией. Об этом сообщает финское телевидение, со ссылкой на источники финской разведки и собственный анализ. Журналисты проанализировали данные разведки и спутниковые снимки войсковых частей на севере России, которые были сделаны в мае 2024 года. Расследователи обнаружили опустевшую стоянку на 200 единиц техники в Шуе под Петрозаводском в Карелии, свежепостроенный ремонтный цех в самом Петрозаводске на 50 бронемашин и палаточный городок в поселке Каменка Ленинградской области на 2000 военных. Машины и военные, по данным источников телеканала, готовятся к переброске в Украину. По мнению финской разведки, части сухопутных войск на северо-западе и европейской части России, а именно в Карелии, Псковской и Ленинградской областях, сейчас скомплектованы всего на 20% и меньше, в основном солдатами срочной службы и их командирами. Практически все контрактники участвуют во вторжении в Украину. Разведка Норвегии дает такую же оценку количества сухопутных войск на севере, на Кольском полуострове. По мнению аналитиков, боеспособность российской армии на северо-западе России восстановится только через 3-5 лет после окончания войны против Украины. Финляндия стала членом НАТО после вторжения России в Украину. После ее присоединения к Альянсу протяженные сухопутные границы между Россией и странами НАТО практически удвоились. О том, почему, вопреки некоторым заявлениям Кремля, новые соседи из НАТО не очень сильно пугают Россию, мой коллега Алексей Александров с телеканала «Настоящее время» поговорил с Робертом Пшеллием, бывшим руководителем информбюро НАТО в России, аналитиком Центра восточных исследований в Варшаве. А зачем вообще России какие-нибудь войска, а уже офенсивные, оперативные и так далее, на границе с НАТО? Нет никакой угрозы от НАТО. И об этом в Кремле отлично знают. Если находится какая-то войска в небольшом составе, на какой-то границе, а мы это видим в разных видах и раньше, почему они там? Ну, они ведут обычно какие-то учения, чтобы испугать, чтобы сделать какое-то давление. Это, ну, такая немножко чепуха, но с целью, ну, даже бы сказал, психологичной войны. Так что такие данные, они отлично показывают, что если бы серьезная анализа в Москве говорила о том, что военные в России опасаются каких-то нибудь агрессивных шагов со стороны НАТО, а так это уже граница с Финляндией касается такой границы, ну, то тогда при всех даже этих условиях было бы, может, и больше военных, военной техники и так далее. Но с другой или с третьей точки зрения, это не означает, конечно, что мы считаем, как НАТО и вообще соседы России, что даже и в таком положении, даже если нам осталось 20%, что никто не опасается каких-нибудь, не знаю, провокаций со стороны России, потому что, к сожалению, политика России в последние годы, она показывает, что у России есть и такие возможности, есть такие намерения, если бы пришло к какому-то кризу, но можно себе представить, конечно, возможность переброски таких же составов войск. Также, я думаю, был смысл такие данные передать общей публике, и каждый человек может сам сделать себе за это вывод. О чем сейчас говорит тот факт, что даже из тех воинских частей, которые были уграницей в Финляндии, военное командование вынуждено перебрасывать вот эти войска и силы в Украину? Ну что ж, это снова, я думаю, что большинство людей, которые наблюдают, даже не ежедневно, за то, что происходит уже на линии фронта в Украине, а это очень длинная линия фронта, это очевидно, что Россия максимально использует даже всеми запасами этой бронетехники и запчасти, которые, это уже очень устаревшие. И я уже раньше сказал, это очень странные картинки, когда человек, который, если ее называют президентом России, въезжает и по просьбе в Северную Корею, или по просьбе въезжает и ведет переговоры с Ираном, не говоря уже о этих очень близких отношениях с Китаем. России не хватает ресурсов, экономическое положение России очень сложно. Но это, с другой стороны, не означает, что у России нет процесса, который, например, очень много было уничтожено на разных элементах уже на войне украинцами, но идет процесс, как бы сказать, заступления. И, можно сказать, первыми жертвами этого процесса являются граждане России, потому что не хватает денег на дороги, на больницы и так далее, потому что все идет на оборону. А результаты этого, ну, они есть, так как и они есть, но все-таки, конечно, не можно не считаться с потенциалом России, как, скажем, ядерной страной и кометой. И мы поэтому относимся, скажем, серьезно. Но факты, вот они такие, как я их старался писать, что не можно говорить, что Россия просто стала сильнейшей страной или что репутация российских военных и вообще всего этого общества, на которое теперь идет уже там близко больше, чем 40% бюджета, она в каком-то хорошем состоянии. Это просто не так. С аналитиком Робертом Пшелем говорил мой коллега Алексей Александров. Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы. На YouTube-канале Радио Свобода.Live. Радио Свобода на экране твоего монитора в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал Радио Свобода.Live. Твой YouTube обретает знакомый голос. Вы слушаете аналитический дайджест Время Свободы. Активисты создали агентство для знакомств трансгендерных и небинарных персон, в основном для тех из них, что живут в России. После принятия ряда законов, направленных против ОГБТ-людей, давление на них и со стороны государства, и со стороны консервативной части общества значительно возросло. Сервисы, в которых представители ОГБТ-сообщества могли относительно безопасно знакомиться и общаться, либо ушли из России в знак протеста против войны в Украине, либо были закрыты по требованию властей, либо были остановлены самими своими создателями из соображения безопасности. Основу проекта, который получил название Квир-сваха, максимальная безопасность для всех участников. Кураторы верифицируют и личность того, кто хочет разместить свою анкету, и тех, кто на нее откликается. За несколько месяцев работы в Квир-свахе были опубликованы сотни анкет, и благодаря проекту успели сложиться десятки пар. О жизни трансгендерных персон в России, рисках, связанных с попытками найти новых знакомых и значение проекта моя коллега поговорила с одной из кураторок Квир-свахи Никсей Сорокиной. Расскажите, пожалуйста, в чем проблема в том, что касается знакомства, отношений, ну, просто знакомства того, с чего начинаются отношения для Квир-людей, для ЛГБТК-людей. Как это обычно происходит, с какими уже сложностями сталкиваются в России. Мы говорим о России, о людях. И как вот раньше, до принятия этого закона, до войны, это происходило. Что изменилось в процессе войны и в процессе принятия новых трансфобных и гомофобных законов? Раньше, когда были приложения для знакомств по типу Тиндера и когда не было репрессивных законодательств признания ЛГБТ экскремистским сообществом, о пропаганде ЛГБТ среди всех возрастов, можно было в целом открыто писать о себе, о своей ориентации, гендерной идентичности. Сейчас, в условиях России, это уже довольно опасно делать открыто. Плюс, есть такая вещь, как подставные свидания. Можно познакомиться с человеком, пообщаться, прийти и нарваться на неприятности. Особенно уязвимы для этого трансгендерные люди. Проект Кверсваха вообще ориентирован на трансгендерных людей, то есть анкеты в него могут подать только трансгендерные люди, но откликаться могут и цисперсоны, потому что трансгендерные люди часто ищут себе и цисперсон. Как знакомятся обычные люди? Представляется, небольшой рассказ о себе, и если совпадают интересы, что-то может сложиться. Транс людям же приходится еще делать потом камин-аут. В проекте Кверсваха он хорош тем, что все сразу открыто пишут о себе, о своих предпочтениях, о ориентации и гендерной идентичности. И на основании этого откликаются люди, тоже с открытыми взглядами, открыто о себе пишут. Не будет такой ситуации, что нужно будет волноваться, когда у тебя вроде как нашелся человек, который запал в твое сердечко. Нужно делать камин-аут, и ты волнуешься, примет тебя он после этого или нет. А скажите, пожалуйста, Никси, вот вы говорите, что раньше знакомились через Тиндер, имеется в виду, да? Вот такие были Тиндер или какие-то еще у нас приложения знакомства? Даже паблики ВКонтакте позакрывали большинством свое. Все, что хоть как-то отсвечивает аббревиатуры ЛГБТ, либо закрылось по требованию законодательства, скажем так, либо люди просто занялись самоцензурой и закрыли паблики от греха подальше. Расскажите немножко более подробно о том, что такое подставные свидания, о том, чем это заканчивается и почему есть такие риски? Подставное свидание это когда ты знакомишься с человеком, он тебя зовет куда-то погулять, но оказывается, что тебя встречают гомофоб, трансфоб с весьма недобрыми намерениями и чем это может закончиться? Либо тебя просто поругают, просто стресс, либо можно и нарваться на избиения. И хорошо, если человек будет один, который пришел на свидание. Мне кажется, что риски многократно увеличились в связи с тем, что по телевизору теперь и в пропаганде используется язык ненависти по отношению к ЛГБТ-сообществу, люди стали более озлобленно относиться к трансперсонам, геям, к лесбиянкам. Теперь даже, если ты как-то не так выглядишь, просто находясь на улице, можно нарваться на проблемы. И в новостях часто всплывают такие случаи, как, например, двух девушек избили в общественной столовой, помним, за внешний вид. Трансперсоны, я так понимаю, проект именно для них. Знакомились ли они в гей-клубах, может быть, на каких-то тематических вечеринках, или какие-то были, не знаю, общие вечеринки, где достаточно собирались нормальные люди, и туда приходили все, в том числе, трансперсоны. Была ли такая практика знакомств, и что сейчас происходит? Да, была. В московском сообществе раньше организовывались так называемые чаепития у плюшового кота. Туда могли прийти одновременно до ста человек и больше. Люди общались, знакомились. Хорошие были времена, но после того, как приняли закон о признании ЛГБТ-экстремической организации, так называемой, практика закрылась. Я сама в своем городе организовывала мероприятия для трансгендерных людей, так как я не только куратор Киверсвахи, но еще и волонтер Центра Т. У меня несколько чатов под моим администрированием, скажем так. Но сейчас все ушло, если не в онлайн, то в глубокое подполье. Сейчас открыто просто невозможно будет собираться. Я знаю историю, когда администратор одного из городских сообществ Центра Т просто позвал своих друзей на свое день рождения. Кто-то об этом прознал, написал донос и просто праздник накрыл ОМОН всех положил лицом в пол. Вот настолько сейчас опасно собираться. ЛКБТ-сообщество загоняется в подполье. В какой момент ты решила уехать из России? Как получилась твоя собственная эмиграция? Мысли об эмиграции появились после второго чтения закона проекта о запрете перехода. Когда добавилось в закон, что трансгендерные люди теперь не могут усыновлять детей. А что для тебя в знакомствах было самое сложное в России? Я не знакомилась с не-френдли людьми. То есть общаюсь преимущественно с каирным сообществом. Исключительно френдли люди. Контакты с посторонними людьми я стараюсь ограничивать, потому что можно нарваться на проблемы, находясь в России. Для меня это такая история о рисках. Расскажи мне, пожалуйста, почему ты для себя выбрала такую роль с Хавахи? Почему именно такое направление деятельности волонтерское себя привлекло? Ну, во-первых, мне очень понравилась идея проекта. Безопасные знакомства не обязательно исключительно для трансгендерных людей. Все-таки заявки и отклики на анкеты подают и цисгендерные люди, и персоны в гендерном поиске, и вебинарные. Публикуем мы анкеты трансгендерных людей в канале. Я сама, потому что столкнулась с проблемой поиска партнера после разрыва отношений. Это действительно большая проблема. Плюс я на себе испытала весь спектр ощущений, связанных с переходом в условиях России негативных. От непринятия родственниками твоего камин-аута и желания перехода до проблем на работе, до нападок гомофобов. То есть я знаю, что людям очень сложно знакомиться по своему опыту и дать возможность людям делать это безопасно. Я прям загорелась этой идеей и до сих пор увлеченно курирую проект. Это было интервью с кураторкой проекта Квирс Ваха Никси Сорокиной. Издание Медиазона изучило статистику судебных дел военных судов по делам, связанным с отказом от военной службы. С начала полномасштабного вторжения в Украину в России было заведено больше 10 тысяч таких дел. Журналисты обнаружили, что массово преследовать военных за отказ от службы стали уже после начала мобилизации в сентябре 2022 года. Военнослужащим тогда запретили увольняться, поэтому 90% отказавшихся от службы обвиняются в самовольном оставлении части. Восьми с половиной тысячам обвиняемых уже вынесли приговор. Авторы расследования отмечают, что суды выносят по таким делам по 35 приговоров в день. Чаще всего военный суд выносит обвиняемым условно приговор, что позволяет командованию возвращать их на фронт. Пик поступления в суды уголовных дел об оставлении службы пришелся на май 2024 года. Только за один месяц было заведено 929 дел, причем большинство из них было о самовольном оставлении части, неисполнении приказа и дезертирстве. О том, что показал анализ судебной статистики, мой коллега с телеканала «Настоящее время» Владимир Михайлов поговорил с одним из авторов расследования Давидом Френкелем. Вы установили, что новый рекорд был совсем недавно по количеству судебных дел за самовольное оставление части российскими военными. Вы понимаете, почему пик пришелся именно сейчас, именно на май? Ну, смотрите, во-первых, пик пришелся на май просто потому, что май последний месяц и темп, с которым российских военных судят за оставление части или подобные правонарушения с точки зрения российского законодательства, он постоянно растет. Поэтому, да, сейчас пик, но это не значит, что, например, в июне это число не будет еще больше. Как мы видим тенденцию, она постоянно увеличивается, количество привлекаемых к ответственности военных становится все больше и больше. Действительно, в мае это число стало очень большим, около тысячи человек за один месяц, такого никогда не было, но надо понимать, что есть очень большая задержка между тем, как люди совершают это правонарушение, то есть отказываются от участия в войне, и между тем, как их дело поступает в суд и их привлекают к ответственности. Это может занимать месяцы, и мы не знаем, сколько на самом деле уже людей привлечено к ответственности или готовится к привлечению к ответственности по вот там целый ряд статей. К сожалению, на наши запросы, сколько таких человек всего, никто, ни одна из российских ведомств не ответила нам. Мы можем только догадываться или сравнивать, например, с ситуацией в Украине. в Украине больше 10 тысяч человек привлекается, то есть заведено уголовных дел, из них, если не ошибаюсь, несколько тысяч только привлечено судами в итоге к ответственности. То есть отношение один к неттой кем. Если такую же логику использовать для России, ну, надо понимать, что в России немножко по-другому устроена судебная система, тем не менее, то это уже будет несколько десятков тысяч человек на май. Сколько их уже сейчас, к июню, мы пока не знаем. Давид, ну вот вы говорите о том, что рекордное количество вынесенных приговоров в день военными судами, а вы можете сказать, следователи спешат с проведением этих следственных действий? Насколько долго длятся эти следственные действия? Мы не знаем подробностей многих дел, прямо вот как они проходят, сколько времени проходит между подготовкой материалов и переходом их в суд, но мы можем следить за динамикой вообще, сколько всего дел происходит с чистотой за каждый месяц, например, и мы понимаем, что это на пару месяцев точно отстает от событий, то есть довольно быстро. Тут важнее, какие именно статьи применяются, потому что, как я сказал, там целый ряд, это самая популярная статья, это самоволка и это самая легкая статья. И по ней проще всего и материалы подготовить быстрее всего, и по ней самая легкая санкция. А почему это важно? Потому что легкая санкция позволяет действительно вернуть человека обратно на фронт, чтобы он продолжал воевать, несмотря на свой отказ. более тяжелые статьи, такие как неисполнение приказа или уж прямо чистое дезертирство по букве закона, их и сложнее оформлять, их и сложнее оформлять следователям, нужно готовить доказательства, это дольше, требует работы. И станция, которая более жесткая, например, реальное решение свободы на какой-то небольшой срок, не позволяет вернуть человека на фронт. Соответственно, таких дел сильно-сильно меньше, буквально там на порядке. Ну вот, например, за другой у меня, например, Майп, в котором почти тысяча человек привлечено. Из них 850 человек почти, это самоволка, а дезертирство всего 40 человек. Ну вот, порядок такой, и надо понимать, что многие, на самом деле, люди, осужденные за самоволку, в реальности совершили более серьезные правонарушения, но вот по ряду причин, то, что вы говорите, время доведения до суда, сложность доказательства и просто сам факт того, что человека потом нельзя будет вернуть на фронт, приводит к тому, что людей не судят по этой статье. А другими словами, то есть и следователи, и военные суды спешат с вынесением проведения следственных действий и приговоров. Почему? Потому что нужны люди на фронте? Ну, конечно, идея в том, что, собственно, весь этот конверт, как мы видим, 10 тысяч человек привлеченных, это несомненно. Идея в том, чтобы никто не отказывался, а на данный момент в России невозможно, да, прервать, например, контракт, и люди обязаны, по разным причинам подписавшие контракт, мы видим разные примеры, когда людей там с силой, угрозами еще как-то вынуждают подписать контракт, или они делают это по ошибке, как они говорят, тем не менее, у них нет обратного пути, они не могут больше отказаться, и единственный их путь после этого, это вот совершение одного из ряда возможных российским законодательством правонарушения. Я вас понял. Журналистом Медиазона Давидом Фрэнкелем говорил мой коллега Владимир Михайлов. Это был информационный дайдерс «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свободы и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Михаил Касторов, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего доброго. Студия подкастов Радио Свобода Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода свобода.орг сибриал.орг и севриал.орг воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.